Вот оно, оказывается, что. Значит, вы решение Совета Труда и Обороны выполняете выборочно. Но, Владимир Ильич, интересы армии требуют... А вы считаете, что интересы народного хозяйства после отчаянной разрухи не требуют? Вы меня не поняли, Владимир Ильич. Я вас не так понял. Хорошо. Вот мы попросим председателя в ЦИК сказать, как он вас понял. Кстати, в вопросах по Севной Михаил Ильич разбирается лучше нас. Михаил Ильич, прошу вас, объясните товарищу Склянскому, помогите ему разобраться в этом вопросе. Можете? Могу, Владимир Ильич. Позвольте только, Владимир Ильич, мне немножко, чуточку отплечься. Да-да, пожалуйста. Была гражданская война. Я человек сугубо мирный. Полудеревенской, полугородской житель. И к военным делам, честно говоря, отношения не имел. И вот во время войны за советскую власть мне пришлось ездить по фронтам, агитировать народ за правду, тем самым помогать нашим военным. В том числе и вам, товарищ Склянский. Лучше воевать, скорее гнать с нашей земли, на которой мы в этом году будем сеять пшеницу, рожь, проса и так далее. Гнать врагов разных мастей. Я, гражданский человек, считал, что этим самым я участвую в войне. А теперь настало время, когда вам, военным, надо помочь нам, гражданским людям. А вы и так, и и так помочь не хотите. Хотя советские люди тем и должны быть сильны, что сегодня гражданские помогут военным, завтра военные гражданские, а послезавтра может понадобиться помощь от гражданских. Вы должны понять, что мы потому и именуемся Советом Труда и Обороны, что нас интересуют и военные дела, и трудовые.